Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска – коротко о главных темах сегодняшней программы. Диалог с пограничниками, встреча с таможенниками, сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса и достигнутые договоренности об установке памятника «Живая память» благодарных поколений. Специальный материал Василины Буцкевича – рабочие поездки в город Брест, члены национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, общественного деятеля и учредителя благотворительного фонда Алексея Талая. Один день жизни спасателей пожарных, невероятных людей, тех, кто отважен и готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни. Кто храбр сердцем и силен духом, спокоен, но неравнодушен к чужой беде. 19 января спасатели отметили свой профессиональный праздник. Награды за службу. Сотрудникам Московского отдела Департамента охраны и Министерства внутренних дел присвоены очередные звания и вручены награды. Семь военнослужащих получили ключи от нового жилья. Архитектурно-строительным классом в городе Бресте быть. Подписан четырехсторонний договор о создании профильных классов на базе средней школы номер 10 областного центра. Об этом и не только. Прямо сейчас в программе «Итоги недели». Акция «Будущее в наших руках» под патронажем благотворительного фонда Алексея Талая и учредителя Белтамож-сервиса на этой неделе прошла в городе над Бугом. Ее цель – поднять дух патриотизма и указать на необходимость проявления активной гражданской позиции, в том числе от молодых людей. Диалог в Брестской краснознаменной пограничной группе имени Держинского, встреча в госполкоме с сотрудниками Брестской таможни, сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса и достигнутые договоренности об установке памятника «Живая память» благодарных поколений. Все это в рабочей поездке именитого спортсмена. Все подробности у моей коллеги Василины Буцкевич. Сделай правильный выбор – это не просто название урока мужества, проходящего в рамках акции «Будущее в наших руках», но и посыл члена Национальной паралимпийской сборной Белоруссии и Конституционной комиссии Алексея Талая, слушателям Института пограничной службы на встрече в Брестской краснознаменной пограничной группе имени Держинского. Ведь будущее страны зависит от тех, кто ее возглавляет и представляет. Именно поэтому каждому гражданину необходимо уделить время изучить кандидатов-депутаты, найти тех, кто с полной отдачей сил будет работать в интересах народа и страны, быть ответственным, участвовать в политических процессах страны. В феврале в Белоруссии будут проходить выборы. Единый день голосования. Мы будем избирать тех, кто будет работать в интересах народа нашей страны, республики Беларусь. В том числе об этом мы сегодня говорили в погранотряде в городе Брест. И для меня большая честь всегда встречаться с нашими силовиками, теми, кто в строю, те, кто работают и стараются защитить нашу страну и людей, суверенитет нашего Отечества. И в этой связи, конечно же, в душе особая искренность и слова. Войны в зеленых фуражках надежно прикрывают рубежи Беларуси, в то время, когда напряженность вблизи наших границ каждым днем возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины. Об этом Алексей Талай знает не понаслышке, ведь его сын Марк проходит обучение в Центре подготовки специалистов пограничного контроля и также присутствовал на встрече. Участники мероприятия поговорили и о благотворительной акции по сбору монет для создания памятника «Живая память благодарных поколений». Он будет установлен на территории Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Для данного памятника брещане собрали свыше 162 килограмм монет, которые в торжественной обстановке были переданы фонду Алексея Талая. Сегодня с руководством города мы выезжали на места и определились с местом непосредственно на территории Брестской крепости. Радостный, светлый день. Сегодня в том числе я завоевал три золотые медали на чемпионате Республики Беларусь по паралимпийскому плаванию. И вот так много сегодня радостных событий ознаменовало то, что мы наконец-таки определились. Вот тот самый легендарный памятник, в сплав которого попали полмиллиона советских и не только монет от благодарных поколений современных белорусов, будет установлен рядом, прямо у входа в патриотический наш клуб, который будет находиться на территории Брестской крепости, и который сегодня привлекает внимание все больше и больше количества людей, участников, спонсоров. Всех, кто желает поучаствовать в этом грандиозном проекте БРСМ, призываю, найдите сайты, найдите эти самые сокровенные счета и участвуйте, в том числе в финансировании этого уже общесоюзного проекта. Рабочая поездка Алексея Талая продолжилась в Брестском госполкоме, где спортсмен и благотворитель в рамках акции «Будущее в наших руках» пообщался с сотрудниками Брестской таможни, студентами специальности таможенной отдела Брестского государственного технического университета и учащимися таможенных классов средней школы номер один города Бреста. Присутствующие обсудили важность февральских выборов, поговорили о вере в себя и свои силы, о нынешней геополитической ситуации, конечно, об исторической памяти и необходимости помогать ближнему. Продолжаем цикл встреч под названием «Сделай правильный выбор». Встречаемся со структурами, предприятиями Республики Беларусь в преддверии важного события. Выборы депутатов, единый день голосования, будем говорить о важности включиться в этот процесс, быть ответственным гражданином, найти, увидеть тех достойных кандидатов, которые уже проявили себя, либо новые лица, которые смогли, набравшись знаний, мудрости, компетенции, продвинуться дальше, идти вперед в ослужение народу, нашему Отечеству, Республике Беларусь. В общем, будем говорить о том, что сегодня от каждого из нас многое зависит и в семье, и на предприятиях. В целом, сейчас обстановка непроста. И в мире Беларусь сегодня сталкивается с определенной санкционной, такой глупой политикой Запада. Развязали эту оголтелую информационную войну. Будем говорить о том, как нам сегодня справиться со всеми этими вызовами и, наоборот, выйти из боя еще более мудрыми, сильными и продолжить путь нашего государства, уверен, в светлое будущее. Человек не может и не должен быть безразличен к судьбе и будущему своего государства. Важно не только знать об общественно-политических событиях своей страны, но и влиять на них, высказывая свое мнение и выражая свой голос. Поэтому 25 февраля важно принять участие каждому совершеннолетнему беларусу в едином дне голосования. В рамках встречи сотрудники Брестской таможни и Белтомуж-сервиса передали в фонд Алексея Талая гуманитарную помощь для детей Донбасса, собранную сотрудниками ведомств. Сотрудники Брестской таможни всегда с трепетом, с теплотой, добротой откликаются на участие в благотворительных, добровольных акциях, не исключение и реализация проекта фонда Алексея Талая. Мы постарались поучаствовать и действительно каждое структурное подразделение от чистого сердца передавало те или иные товары, предметы, которые необходимы будут детям. Это и канцелярские принадлежности, и предметы личной гигиены, и продукты питания с длительным сроком хранения. Участники мероприятия также присоединились к благотворительной акции по сбору монет для создания памятника «Живая память благодарных поколений», установка которого планируется в День Великой Победы в Бресте на территории Патриотического Центра. Наши сотрудники приняли также участие по сбору монет для изготовления памятника, приуроченного к 80-летию Великой Победы. Сотрудники всех структурных подразделений активно принимали участие, приносили монеты разного номинала в разном количестве. Количество исчислялось в некоторых структурных подразделениях тысячами. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. 19 января спасатели Беларуси отметили свой профессиональный праздник. В ряды этих невероятных людей идет тот, кто отважен и готов рисковать собой во имя спасения чужой жизни. Кто храбр сердцем и силен духом, спокоен, но неравнодушен к чужой беде. Сегодня в рядах подразделений МЧС первого региона работает более двух тысяч человек. Наша съемочная группа решила приоткрыть завесу таинственности вокруг этой профессии. Провела с пожарными города над Бугом целый рабочий день. Чем бойцы занимаются в части, как они поддерживают себя в форме и за что не любят свою профессию. И, конечно, расскажем, чем закончился праздничный рабочий день. Дадим небольшую подсказку появлением нового арт-объекта на улице Советской. Но обо всем по порядку. На свое первое в жизни боевое дежурство наша съемочная группа заступила вместе с сотрудниками Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. С самого утра начальник дежурной смены проводит в учебном классе занятия, где доводится оперативная информация за прошедшие рабочие сутки, а также проходит инструктаж. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям – это сегодня 4 боевых, пожарных, аварийно-спасательных части, в которых работает более 150 сотрудников. Это люди, которые ежедневно, заступая на боевые дежурства, готовы прийти и оказать помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, чрезвычайной ситуации, либо заложниками огненной стихии. Говоря цифрами, за 2023 год это более 900 боевых выездов. Это 23 спасенных человечек в жизни, трое из которых дети. Это спасенные граждане дорожно-транспортных происшествия. Пока не раздался тревожный сигнал, бойцы гор МЧС не суть дежурства, занимаются обслуживанием техники и физической подготовкой. Профессию выбрал, скорее всего, что по стопам, наверное, отца и, ну, как бы сказать, по традиции, семейной традиции. Конечно, МЧС преобразилась, реализовалась. Несмотря на то, как я пришел туда на службу, это был десятый год, такой техники, как вот сейчас, в подразделениях не было. Были гаражда, ну, техника была старая, да, сейчас появилось много нового оборудования, новая современная техника. Вот. Каждый раз, с каждым годом что-то новое добавляется, появляется, то есть, ну, время не стоит на месте, а с каждым годом, каждым днем, то есть, подразделение МЧС оснащается новым качественным оборудованием. Спокойное рабочее утро нарушается звоном тревожной сирены. В сообщении диспетчер произносит слово «молния». Это значит, что помощи спасателей ждут жители близлежащих улиц. Сообщение о пожаре – 18 секунд, чтобы спуститься в гараж, надеть боевку и выехать под тревоги. А если пожар случился в городе, спасатели по регламенту должны прибыть на место в течение пяти минут. Все бойцы оперативно собраны, это значит, что помощь уже в пути, а в деле, когда успех работы зависит от нескольких лишних секунд, скорость – самый важный показатель. Еще с самого детства я засматривался за слаженностью работы подразделения МЧС, и мой выбор, несомненно, пал именно на эту профессию. Хочется сказать, что спасателем пожарным быть не так уж и просто. У человека должна быть как и психологическая, так и физическая подготовка. Думаю, что родители уже давно гордятся моим выбором и друзья. Спасатели вернулись с выезда и приступили к дальнейшим будничным занятиям. Следующий по распорядку дня – боевое развертывание. Действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова пожарных машин, состоянии готовности и выполнению боевых задач по тушению пожаров. Пожарные отрабатывают слаженность своих действий, проверяют исправность оборудования, лестницы, вышек. Не проверить себя и свои силы на стойкость мы не смогли, ведь главная журналистская задача – рассказать зрителю и помочь прочувствовать то, что в обычной жизни испытать невозможно. Поэтому всей съемочной группой мы поднялись на вышки на высоту 30 метров. Врать не будем было страшно и неустойчиво, но при этом виды Бреста и ощущения высоты захватывали дух. Служба в МЧС опасна и трудна. Сюда работают тут люди с сильной духом. В этом мы только что убедились на собственном опыте. Сотрудники городского МЧС делают все, чтобы предупредить гибель на пожарах, избежать травматизма и помочь людям, нуждающихся в их помощи. Так как день праздничный, то и закончился он необычно. На пересечении улиц Советской и Держинского был открыт стилизованный фонарь экстренных служб «Помощь рядом». Открытие тематического арт-объекта приурочили к 25-летию органов по чрезвычайным ситуациям и Дню спасателя. Сегодня мы отмечаем 25-летие органов подразделения по чрезвычайным ситуациям. В Бресте это событие знаменовалось открытием арт-объекта. Мы его называем фонарь экстренных служб. Называется «Помощь рядом». Фонарь, конечно, символизирует все усилия всех служб по обеспечению безопасности наших граждан. А также напоминают гражданам о том, что никто не защитит их безопасность, кроме как они сами. Когда они будут думать об этом, принимать меры и, соответственно, понимать, что на все это тратится колоссальный ресурс. Сегодня мы считаем, что только взаимодействие все экстренные службы могут решать поставленные задачи. Поэтому эта инициатива была поддержана руководством городского исполнительного комитета. Мы с удовольствием передали фонарь городу для того, чтобы он вошел в туристический приезд, как еще один объект для посвящения наших туристов. На керосиновом фонаре изображены номера экстренных служб – 101, 102, 103 и 112. Они напоминают о том, что каждый из нас должен заботиться о своей безопасности, а также символизируют важное взаимодействие служб спасения. На создание арт-объекта ушло около трех недель. Его автор – художник-кузнец Николай Брашко. С праздником сотрудников МЧС поздравил глава города Сергей Лободинский. Во-первых, спасатели – это, наверное, тот человек или те люди, которые, с одной стороны, геройски выполняют то, что возложено сегодня по их профессиональной деятельности. И, как мы понимаем, спасатели – это не только служба МЧС, это все, кто причастен к слову «спасатель», чтобы спасти и помочь в первую очередь. Ну и всем нашим спасателям хочется в первую очередь пожелать здоровья крепчайшего, чтобы поменьше было тревожных звонков и семейного уюта. А мы, брестчане, с благодарностью хотим сказать большое спасибо за вашу работу. Зажег символический огонь единства спасателей брестский фонарщик Виктор Кирисюк. Этот фонарь экстренных служб будет ярким маяком. А, блядь, на спуть просим фонарщика города Бреста зажечь фонарь экстренных служб помощи рядом. Пожарные первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, мужественно противостоят стихии и превыше всего оценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук-ТВ. Продолжаем выпуск. Беларусь – социально направленное государство, где каждый житель ощущает заботу о себе. Строительство жилья, в том числе арендного – это неотъемлемая часть государственной политики по поддержке и укреплению семей и повышению рождаемости. В городе Бресте за прошедший год было построено порядка 500 квартир для многодетных семей и более тысяч арендного жилья для военнослужащих. Это сухие цифры, а вот и факты. На этой неделе итоги года ушедшего подвели сотрудники Московского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел. Финалом оперативного совещания стало присвоение очередных званий и вручение наград лучшим сотрудникам. Но и это еще не все. Приятным подарком для семи сотрудников Московского отдела Департамента охраны стало вручение ключей от аренных квартир. Новостройки на улице Грибоедова, 12А. Мы пообщались с первыми новоселами, расскажем об эмоциях и впечатлениях. В городе Бресте на базе Московского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел на текущей неделе прошло оперативное совещание по подведению итогов работы подразделений области за 2023 год. Учитывая достигнутые высокие результаты в служебной деятельности, одним из этапов встречи стало торжественное мероприятие. Лучшим сотрудникам присвоили очередные специальные звания, вручили награды, а также ключи от арендного жилья. На сегодняшний день в подразделении охраны области, как и в любой силовой структуре, создана очередь, законная очередь получения арендного жилья. Вот благодаря поддержке президента, социальной ориентированности на защищенности сотрудников, осуществляется строительство жилья за счет республиканского бюджета. В этом году нам было выделено 36 квартир по области, 7 из них в городе Бресте. А уже на 2024 год, текущий год, 99 сотрудников получат свое жилье. И, в принципе, очередь уменьшится до минимальной порядка 18 человек. У нас сотрудник останется нуждающихся и действующих. Сегодня свое жилье для сотрудников милиции необходимость. Во-первых, это важное обстоятельство, обусловленное контрактом. Во-вторых, комфортные условия проживания способствуют и надлежащему несению службы. Так, в торжественной обстановке 7 сотрудников милиции Бреста получили ключи от арендных квартир в новостройке на улице Грибоедова, 12А. И вот долгожданный новогодний рождественский подарок в виде ключей от собственной квартиры в руках 7 представителей департамента охраны города Бреста. Среди них и младший инспектор Алексей Данилюк. Мне повезло, потому что уже служив 9 лет и постоянно на съемных квартирах, постоянно переезды. Это как бы тоже тяжело. А так уже будет что-то свое. Арендное жилье, сможем уже как-то и обустраиваться, и где-то что-то отложить, поскольку арендное жилье не будет таких затрат, как на съемные жилья. В дальнейшем при выслуге 20 лет можно будет выкупить, или 25 лет отслужил, тогда уже можно будет ее приватизировать. Мы еще даже не были в квартире, еще не видели. Так что, ну, жена, конечно, уже кухню смотрит себе, какой она хочет. А вот семье Чурила посчастливилось попасть сразу же в свою новую просторную двухкомнатную квартиру. Конечно же, открыть входную дверь хозяйке Елене Чурила получилось не с первого раза. Сильно волновалась, однако, переступив порог долгожданного собственного жилья, у Владислава и Елены эмоции зашкаливали. Рады, что пустя некоторое время получили квартиру, что новое жилье, слой уже в голову какой-то. Рады, конечно, рады. Но очередь стояла три года. Сразу даже не верилась, пока не зашел в квартиру, что жене позвонила родителям, им тоже рассказала, поделилась новостью. Какая была первая реакция жены, когда вы позвонили, что вы тоже не верили? Спросила, в каком районе. Рад, что государство так поддерживает сотрудников и заботится о благополучии их семей. Уже меньше забот, на одну заботу меньше, уже больше мыслей где-то на службу, уделять больше внимания службе. Сейчас в приоритете семьи Чурила обустройство квартиры, но самое главное – взаимопонимание и поддержка. Чтобы в семье царила любовь, забота и остальное будет. Будем уже думать, мебель, карнизы, все, конечно, надо смотреть. Владислав и Елена до сих пор не могут поверить, что такое новогоднее рождественское чудо случилось именно с ними. Но мы-то знаем, чтобы чудеса случались, в них нужно по-настоящему верить. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Сегодня свыше 2200 учащихся 10-11 классов Московского района обучаются в профильных классах. Уже много лет функционируют кадетские классы, заключены договоры о взаимосотрудничестве с пограничной службой, с Академией МВД и Военной Академией. Есть классы педагогической и спортивно-педагогической направленности. Ноу-хау 2022 года стал договор между Брестским государственным техническим университетом, Управлением образования и Брест-Уболгазом об открытии инженерного профильного класса на базе гимназии номер 2 и средней школы номер 20. Сегодня в Московском районе проводится активная работа по поиску новых форм организации образовательного процесса, направленных на актуализацию рабочих профессий. На этой неделе в средней школе номер 10 был подписан многосторонний договор между Брестским государственным университетом, Стройтрестом номер 8, Управлением образованием Московского района и самой школой. Соглашение подразумевает открытие на базе учреждения профильного архитектурно-строительного класса, который начнет свою работу с 1 сентября 2024 года. Что будут изучать ребята и возможны ли преференции при поступлении, подробности у Василины Буцкевич. Архитектурно-строительный класс в средней школе номер 10, первый в городе Надбугом. Сотрудничество по обучению в профильном классе организовано между Управлением по образованию и администрацией Московского района города Бреста, техническим университетом, комитетом по архитектуре и строительству Брестского босполкома, строительным трестом номер 8 и школой. Цель работы нового направления – углубление знаний учащихся по учебным предметам и профориентационная работа. Я горжусь тем, что мы, может быть, одними из первых в республике приняли рекомендации к действию и организовали работу по созданию классов архитектурно-строительной направленности. Да, у нас на сегодняшний день классами профессиональной направленности в городе охвачено около 2000 учащихся. И, как говорил ректор технического университета, выступая сегодня перед нами, это и педагогические классы, и спортивно-педагогические классы, и военно-патриотической направленности. В 2022 году мы начали реализовывать успешно совместный проект также с техническим университетом и подписали договор об открытии инженерных классов. В этой работе у нас участвуют средняя школа номер 20 и гимназия номер 2 города Бреста. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели благодаря открытиям инженерных классов, был очень удачным. А эту работу мы смогли продолжить реализовать через открытие архитектурно-строительных классов. Для того, чтобы учиться в специализированном классе, кандидаты в будущие архитекторы должны хорошо учиться. По итогам 9 классов средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Кроме того, отметки по каждому из учебных предметов, которые выбраны для изучения на повышенном уровне, также должны быть не ниже 7 баллов. Архитектурно-строительные классы – это действительно новое явление в истории общесреднего образования, в увязке с высшим образованием. Это действительно и ранняя профориентация, это действительно формирование на уровне школьной скамьи тех компетенций, которые, с одной стороны, нужны студенту, с другой стороны, нужны будущему специалисту. Конечно же, особенность архитектурно-строительных классов – это профильное обучение, где профильными предметами являются, как правило, математика и физика, но и еще есть факультативные дисциплины, как раз которые и формируют творческие компетенции, связанные с рисунком, с черчением и другими направлениями, что так важно и будущему строителю, и особенно будущему архитектору. Тем более сегодня поступление на архитектурные специальности – это, конечно же, обязательный экзамен по творчеству. Могу сказать, что архитектурно-строительный класс – это и дополнительная возможность нам более тесно взаимодействовать. Учащиеся специализированного класса средней школы номер 10 на повышенном уровне будут изучать русский язык, математику и физику. Помимо этого, в их учебной программе предусмотрены профильные факультативы. Основы академического рисунка в мире архитектуры и дизайна «Выбираем профессию», основы архитектурной композиции и другие. Также в программу обучения входят экскурсии на ведущие и строительные предприятия Бреста, а также совместная работа между ними и учреждением образования. Первый набор в архитектурно-строительный класс начнет обучение с 1 сентября 2024 года. Мы здесь вообще не останавливаемся. Постоянно ведется работа с молодежью. У нас специальное направление есть в этом формате. Приглашаются группы, формируются студенческие отряды, проводятся экскурсии по заводам, по стройкам. Непосредственно студенты принимают участие в самом процессе строительства. У нас каждый год восьмой трест завоевывают первые места в области приглашения студентов на работу, в студотряды. Поэтому постоянно работа проводится. И такая будет продолжаться работа полномерная. Архитектурно-строительный класс – значимый шаг в реализации современных образовательных программ, направленных на подготовку нового поколения первоклассных специалистов. И у проекта уже есть весьма интересные перспективы, ведь в Министерстве образования уже рассматривается вопрос о принятии без экзаменов вуза и выпускников профильных классов на соответствующие специальности. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. В городе Бресте в выставочном зале на улице Советской открылась прекраснейшая выставка под названием «Десять лет нам важен каждый», приуроченная к юбилею художественной школы «Волшебный мир». На ней представлены работы юных талантов, которые с года в год растут в профессиональном плане. Руководство художественной школы приняло решение поделиться результатами своих подопечных, ведь они понимают, что дорога длиною в десять лет была проделана не зря. И мастерская творчества стала бесспорно тем местом, где мальчишки и девчонки могут проявить себя, получить определенные навыки, а также воспитывать в себя чувство прекрасного. О том, почему сегодня молодежь выбирает данное направление и какой путь был у художественной школы «Волшебный мир» узнаете в следующем сюжете выпуска. В этом учебном году художественная школа «Волшебный мир» отпраздновала десятилетия вдохновения искусства и творчества. Свой день рождения мастерская творчества встретила, как положено, на выставке под названием «Десять лет нам важен каждый» с гостями и подарками, с воспоминаниями о достигнутых успехах и достижениях. Ведь за десять лет работы художественной школы «Волшебный мир» было пройдено немало. Так случилось, что маленькому начинанию, маленькой студии «Волшебный мир», которая 10 лет назад начиналась с сельского клуба, из 14 детей, мы выросли в большую художественную школу полноценную. У нас появилась программа за это время, и мы уже на протяжении больше шести лет именно как художественная школа, даже уже семи лет. Когда мы начали как студия, это была проба реализации желания моей коллеги, на тот момент моей супруги. Она хотела учить детей рисовать, я это все поддержал, потому что я больше как менеджер, как организатор. И мы начали со студии, потом она написала свою программу, базирующуюся на основах старой советской школы. Это наша 10-я школа, это Ливаневского, но адаптированную под современных детей, которые очень шустрые, быстрые и не могут сидеть 3 года рисовать один кувшин. Поэтому, применяя европейские техники обучения, которые она изучала, она сделала такой симбиоз программы. И поэтому мы сейчас смело готовим с основами нашей базы советской хорошей, которая с советской школой, честно скажу, хорошая база. Но дети хотят рисовать, хотят приходить на занятия, для них это интересно. Сегодня ученики художественной школы «Волшебный мир» не боятся показать себя, а стараются быть честными и умеют отстаивать свое мнение и желание. А педагоги, в свою очередь, помогают мальчишкам и девчонкам продемонстрировать таланты, которые блестяще развиваются благодаря уникальной ступенчатой программе обучения. Как итог, будучи выпускником школы творчества, ребята продолжают свое образование в ведущих художественных вузах Беларуси, России и других стран, что говорит о высоком уровне подготовки. Сейчас у нас порядка 90-100 детей. В течение года эта цифра, естественно, меняется. Кто-то приходит, кто-то уходит. Потому что мы группы открываем в течение года смело. То есть набирается группа, мы открываем группы. И новенькие, они начинают и успевают за год проходить программу. Потому что летом мы не прекращаем обучать, чему родители, если честно, рады. Потому что дети летом заняты. Успехи. Из успехов, наверное, самые главные успехи за мной. Это работы наших выпускников, то есть старших детей, которые выпускаются, поступают в вузы России, Беларуси и Европы. И не только поступают, но и продолжают дальше заниматься любимым делом, именно в художественном направлении, и зарабатывать этим деньги. Вот это, наверное, самый главный успех. Среди тех, кто выбрал для себя такое творческое направление, Элеонора Хвисюк. Девушка признается, что сначала выбор пал на танцы. Но когда поняла, что это не ее, долго не раздумывая, пришла в художественную школу. Не прогадала, слава богу. Четвертый год уже в ней занимаюсь. Атмосфера великолепная. Педагог Анна Сергеевна шикарная. Я ее обожаю. Директор тоже хороший, Александр Евгеньевич. Всегда поддержат, всегда что-то там подскажут. Изначально было трудно первые два года, потому что хотелось очень сильно вырваться вперед, вперед всей группы, хотелось вырваться. Потом пришел новый педагог. С ней стало очень комфортно. Начала больше заниматься, приходить дополнительно, участвовать в конкурсах больше начала. Может быть, это тоже начало участвовать как раз-таки и продвинуло мой уровень рисования, мое желание рисовать. Мне очень нравятся люди, которые там учатся. Мне очень приятно и комфортно. Из-за этой школы я познакомилась с огромным количеством людей, с которыми я и по сей день дружу. Мне очень нравятся учителя, которые там преподают. Они очень добрые и веселые. Я очень счастлива за то, что они предоставили мне эту возможность, что я могу представлять эту школу. На выставке представлено порядка 150 работ учеников школы «Волшебный мир», написанных в разных жанрах и техниках. Яркие, а где-то издержанные в цветочной гамме краски, разнообразные творческие приемы, тематика трогательного детского восхищения окружающим миром до серьезного непогодам осмысления событий людей. Этого всего не было бы без поддержки педагогов. Так, одной из тех, кто помогает ученикам погружаться в мир творчества, Анна Казак. Формат нашей школы, это небольшие группы, позволяют больше заниматься личностью ребенка. Не просто учить предмет, не просто какую-то тему рассказывать и учить рисовать, но еще и поговорить. Да, то есть, как бы, многие дети рассказывают мне свои какие-то больки, да, то есть, как там где-то их в школе, там, где-то не любят, да, там, если... Или у них что-то не получается. Они приходят ко мне, мы обсуждаем, там, можно, ну, как, как можно все-то исправить, с кем можно поговорить, там, может быть, что-то сказать, что это родители, да. И, как бы, и я создаю комфортную атмосферу. А то, что они хотят рисовать, ну, хотят именно рисовать, это уже именно их личное, да. Хотя я глубоко убеждена, что рисование – это приобретенный навык. То есть, научить можно всему и всех. Познакомившись со всеми работами на выставке, понимая, что рисунки даже со схожей тематикой все равно разные, ведь за каждой работой стоит индивидуальность художника, его личные переживания и эмоции. Познакомиться с творчеством и прочувствовать те эмоции, которые вложили в свои работы учащиеся, можно будет до 4 февраля. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте. 54-63-67. Но мне остается только добавить. Это было в ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова